Новый год О новогодних традициях малой родины говорим мы этим добрым вечером. Дорогие друзья, сегодня будут интересные встречи, неожиданные поздравления и, конечно, приятные сюрпризы. Сегодня у нас в гостях Тимофей Иванович Глушаков, председатель Гомельского областного отделения Белорусского фонда мира. Тимофей Иванович, с наступающим Новым годом! Вас тоже! С Новым годом! С Новым годом! Александр Громович, самый необычный, самый спортивный, сильный и выносливый Дед Мороз в Гомельской области. Добрый вечер, Александр! Добрый вечер! С наступающим Новым годом всех! Спасибо! И Виктор Шипков, краевед и фольклорист. Добрый вечер, Виктор! Все мы, я, творческая группа и телезрители рады видеть вас в этой студии. С наступающим Новым годом, говорит Гомельщина вам. И, кстати, как по-вашему, почему для большинства взрослых и детей Новый год и Рождество – это любимейшие праздники? Ну, во-первых, мы подводим итоги прошедшего года. Радуемся, если успехи хорошие. И, второе, мы определяем задачи на будущий год. И предвкушаем успехи, правда? Да, успехи. И радуемся, что мы сделаем все возможное, чтобы очередной год был тоже очень хороший. Поэтому этот праздник такой именно переломный и важный в жизни каждого человека. Пожалуйста, Александр. Ну, я как Дед Мороз, скажу немножко по-другому. Все дети ждут его, верят, радуются. Не только дети, и врослые. Каждый верит, что с наступления Нового года что-то изменится в жизни. Все верят, что это будет в лучшую сторону. Это настоящий праздник. Тем более, что так много подарков, правда? Дедов Морозов не так много. Но подарки они несут всем. Как малышам, так и взрослым, правда? Виктор, а ваше мнение какое? Ну, мое мнение, наверное, такое, что все ждут какого-то чуда. И верят в эту новогоднюю сказку. И, наверное, в нее верят и дети, и взрослые. То есть все верят, что с боем курантов случится что-то волшебное с приходом Нового года. Но самое интересное, что эти чудеса мы сами, взрослые, можем творить, правда? Ну да. Вот именно. Само отсюда не придет. Вот если мы приложим свои знания и все, тогда получится отсюда. Тогда действительно то, что мы хотим, и будет все. И получится. Спасибо, Тимофей Иванович. Вот каждого из вас здесь присутствующего, и Тимофея Ивановича, и Александра, и Виктора, можно назвать начинателем определенных новогодних традиций. Ведь так же, Тимофей Иванович? Ну, если говорить о новогодних традициях, то это же дело хорошее. Я вот работаю в совхозе Лугской, Желобинского района, в то время секретарем Порткома. Это какие годы, Тимофей Иванович? Это был 68-й год. И вот я оделся тоже в Деда Мороза. На шапочке у меня было написано 1967 год. А сына в саночках, тоже он был Дед Мороз, и на шапочке написано было 1968 год. И я его тоже вез в клуб, елка вроде, если провез вокруг елки, вы знаете, какое было ощущение у зрителей всех и у нас. Вот так мы начинали встречать Новый год. Конечно, это запоминается очень даже. Это были 60-е годы. Да, это были 60-е годы. Александр тоже своего рода начинатель новогодних традиций. Пожалуйста. Вот я так задумался, и, наверное, действительно родилась традиция еще задолго до Нового года, то, что я решил поучаствовать в Минском полумарафоне в костюме Деда Мороза. Это уже своего рода началась традиция. Сейчас в декабре я опять участвовал за бегом Санта-Клаусом и Деда Морозов. Ну, естественно же, в костюме Деда Мороза. И я так понимаю, Александр уже вжился. Этот костюм, это, ну, просто как повседневная одежда становится, да? Но я надеюсь, что летом вы будете его снимать все-таки, чтобы ходить в более легкой форме. Александр, один вопрос. Усы и борода, я надеюсь, настоящие? Абсолютно. Можете потрогать. Обязательно. Это уже прекрасно. И желание загадать. Вот что важно. Спасибо огромное. Виктор, у вас большая дружная семья. И наверняка вы тоже инициатор определенных новогодних традиций. Ну, в своей большой семье, да, я инициатор, можно сказать, рождественских традиций. Вот, потому что в своей малой родине, в деревне Марковичи, вот, в свое время, будучи еще школьником, вот, перехватила такую традицию, вот, ходить каледовать со звездой, да? Да. И в настоящий момент, вот, уже мои дети тоже присоединяются к этой традиции. То есть, они уже со мной разучивают, даже в садик едем в машине, мы уже с ними поем вот эти песни. То есть, традиция, она продолжает жить в нашей семье и передается уже на детей. Я надеюсь, эта традиция будет продолжена и в следующем поколении. И внуками, как минимум. И внуками, как минимум. Нет, что, я думаю, может, ты про-про-правка. Будем заглядывать далеко. Сегодня можно, ведь сегодня впереди у нас волшебная ночь. И все желания обязательно должны исполниться. Наверное, не существует человека, который был бы равнодушен главному персонажу новогодних праздников, Деду Морозу. И мы, конечно, без такого не могли сегодня обойтись. Своего Деда Мороза мы заприметили еще в сентябре на Минском полумарафоне. На бегуна в костюме Деда Мороза Александра Громовича обратили внимание все. Александр, ну почему для полумарафона вы выбрали именно этот костюм? Костюм зимнего персонажа. Ну, не скрываю, я хотел обратить на себя внимание, но это не только для того, чтобы как-то выделиться. Мне хотелось показать, что всем любимый, известный персонаж Деда Мороз не побоялся даже летом участвовать в таком массовом мероприятии и грандиозном. Еще хотелось своим личным примером показать, что бег общедоступен для всех и в любом возрасте. Дед Мороз оказывается очень спортивный и вот эту мысль хотели донести, правда? Александр, скажите, а какие дистанции вам по плечу? Ну, на Минском полумарафоне любой участник мог выбрать дистанцию по своим силам. Например, мой сын уже в третий раз участвует и бегает дистанцию 21 километр. Ну, я совсем недавно начал заниматься бегом, ну, заявился только на 10 километров, пока так. Ну, признаюсь, в шубе Деда Мороза в такую журу было бежать нелегко. Это было дополнительное испытание своего рода, правда? Но результат-то какой, Александр? А результат – это победа. Победа, ну, может быть, я не занял какое-то место призыва, не показал там время, но я победил себя. Это, наверное, самое важное, самое главное. Ну, вот как не восхищаться таким колоритным персонажем, который, несмотря на многочисленные предпраздничные хлопоты и заботы, не пропускает силовые тренировки и забеги на длинные дистанции, а все для того, чтобы быть в форме круглый год. Его командировал лично на передачу главный Дед Мороз Гомельской области из Национального парка Припятский. И он прямо сейчас из своей резиденции шлет поздравления. Уважаемые телезрители телеканала «Беларусь-4 Гомель!» Поздравляем вас с наступающим Новым Годом! Который вот-вот постучится в дверь! Пусть он принесет тепло и радость! Счастье и мир! Удача и благо! Надежду и добро! Любовь и успех! Везенье и веселье! С наступающим Новым Годом! Александр, ну все мы знаем, что в преддверии новогодних праздников проводится шествие Дедов Морозов. Но вы ведь выбираете забег, не шествие. Как так случилось, что на спортивный новогодний карнавал вы прихватили еще и мешок с подарками? Дополнительный груз! Кому эти подарки раздавали? Ну, я очень похож на Деда Мороза не только внешне. Кстати, продаж натуральный, как вы заметили. Но и в душе я очень люблю делать добрые дела, дарить добро, дарить людям подарки. В сумке у меня были сладости, разные маленькие подарочки, которые я потом с удовольствием раздавал детям. И взрослым. Взрослые тоже дети в душе. Это правда. И они так же, как дети, искренне радуются подарку, восхищаются. Спасибо за ответ. Но у вас и сегодня большущий мешок. И я так понимаю, что Деду Морозу нужно быть обязательно подготовленному. Ведь чем сильнее Дед Мороз, тем больше подарков он сможет нести. И большим детям и взрослым может доставить радость. И я так подозреваю, очень тяжелый. Ну не гири же вы в нем там носите. Что в нем носите? А что вы, как вы догадались? А-а-а. И гирю тоже. Неужели гиря? И гиря тоже. О-о-о-о! Гиря настоящая! А что же еще есть? Ну, я как Дед Мороз, я не мог прийти в студию без подарков. Так. Есть небольшие подарочки. Уже прям интрига. Интригуете. О-о-о! Баночка меда в суток. Самый натуральный. От настоящих пчел. Настоящий мед. От правильных, надеюсь. От правильных пчел. От настоящего Деда Мороза. У меня есть пасека, я занимаюсь пчеловодством. Так. Это натуральный мед. А еще мы делаем чай. Самодельный. У вас и чайная плантация, Александр, имеется. Нет, нет. У меня обыкновенная дачка, домик, деревня. Как у большинства людей. Вот мы собираем, увлекаемся. Чай натуральный. Здесь все только натуральное. Все продукты. Травы. Но я не буду раскрывать все секреты. Но скажу, основа... А почему бы не сказать? Основа Иван-чай. Иван-чай. А, Иван-чай. Я поняла. Александр, скажите. Ну, чай и мед, это понятно. Но гирю-то для чего в мешке носите? Неужели для того, чтобы мешок никто не стянул? И для этого тоже. Ну, еще праздники праздниками, а тренировки у меня по расписанию. Александр, тут старый год завершается. Неужели прямо сейчас тренировка необходима? Ну, я должен успеть. Ну, пару минут мы вам даем. Пожалуйста, оставляйте мешок. Будьте уверены, не тронем. Присмотрим, пожалуйста. Присмотрим, пожалуйста, Иван Иванович. Да, присмотрим. Вот это да! Вот такие они, настоящие, тренированные, выносливые Деды Морозы. Белорусские. В Гомельской области, да. Дед Мороз из Мозыря. Да. Спасибо, Александр! Вот это силушка! Вот это ловкость! Вот это выносливость! Очень здорово! Александр, ну понятно, гиря. А почему мед обязательно в мешке с подарками присутствует? Ну, гиря, упражнение, это все, конечно, шутка. Мед, мед. Поскольку я пчеловод, у меня в рационе ежедневно присутствует мед. И я уже, наверное, ну, много лет вообще отказался от сахара. Всегда употребляю мед ежедневно. Он полезен не только вкусный продукт, но и полезный для всех, особенно для спортсменов. Спасибо огромное! И вновь новогодняя резиденция Гомельщины с нами на связи. На этот раз говорит и показывает трудобельский Дед Мороз. Он живет и встречает гостей в Бубновке Октябрьского района. Дед Мороз! Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики! Папы и мамы! Бабушки и дедушки! Новый год на пороге! Самый светлый и замечательный праздник! И встретить мы его должны дружно и весело, чтобы весь год с нами были только добрые и теплые воспоминания. Новый год – это волшебный праздник, который всех взрослых возвращает в детство, а детишки ждут волшебства и новогоднего чуда. Желаем вам крепкого здоровья и много-много радости! Пускай все желания сбываются, а родные и близкие пускай живут ладно да складно. Ждем вас в культурно-развлекательном комплексе Бубновка! С наступающим Новым Годом! О новогодних традициях Гомичина говорим мы этим добрым вечером. И у нас в гостях Тимофей Глушаков, Александр Громович и Виктор Шибков. Александр, очень сложно представить себе, что вот такой сильный и выносливый Дед Мороз хотя бы иногда пропускает ежедневные тренировки. Или праздники – это исключение? Спортом я занимаюсь, наверное, лет с 12. Я даже точно не могу вспомнить дату. Что касается пропусков тренировок, я не могу припомнить, чтобы я когда-либо без уважительной причины. Я очень целеустремленным был, хоть и был слабым физически таким мальчиком, но воля к победе, целеустремленность во мне эти были, они помогли мне достичь в спорте успехов. И в обычной жизни мне тоже помогает моя целеустремленность, спортивная закалка. Ну, ваша биография очень богата на спортивные события. И, может быть, я немножко удивлю сейчас зрителя, но я позволю себе зачитать даже эти моменты. В 80-е-90-е годы Александр был среди лидеров сборной СССР по гребле на байдарках и каноэ. Бронзовый призер чемпионата мира, десятикратный чемпион Советского Союза, победитель многих международных регат, участник Олимпийских игр в Барселоне, чемпион СНГ, бронзовый призер игр доброй воли. Все правильно, Александр? Да. Гребля на байдарках и каноэ. И вдруг гиревой спорт. Что подтолкнуло вас им заняться? Мышцы развивать. Так, так. Ну, со спортом я никогда не расставался. Уже после завершения спортивной карьеры в моей жизни всегда присутствовали и бег, и плавание, на велосипедах. Я участвовал в различных соревнованиях. Ну, а на горных лыжах катается Дед Мороз? Очень люблю горные лыжи, естественно. Ежегодно мы ездим в горы, катаемся. Ну, и в Мозыре это можно себе позволить, правда? А вот что касается гиревого спорта, все очень просто. Мне, опять же, благодаря Новому году, мне мой сын на Новый год под елочку подарил абонемент в тренажерный зал, в котором занимались гиревики под руководством мастера спорта международного класса Сергея Александровича Дорошко, где я познакомился с ними. Ну, и занимаясь в одном зале с этими ребятами, я просто заразился мечтой какой-то, целью попробовать себя, доказать лишний раз себе, в первую очередь, и всем, что и в 50 лет можно начать новый вид спорта, абсолютно новый для себя, и достичь каких-то результатов определенных. А еще гиревой спорт, занятие гирей, это самый общедоступный вид спорта, наверное, после бега. Любой человек может позволить себе приобрести гирю, заниматься, не требует никаких материальных вложений, никаких специальных помещений, ничего. Можно встать, как вы видите, прямо в студии, где угодно, в машине, на даче, и заниматься. Если человек хочет заниматься, то он найдет время, найдет возможность. Даже такая изящная девушка, как вы, может приобрести гирю, заниматься ежедневно. Спасибо. Но непременно, чтобы гиря была вот такого прекрасного цвета, какая у вас, Александр. Ну, а после программы... Она помогает мне завоевывать золотые медали. Да, после программы у нас еще есть некоторое время до Нового года. Я попробую позаниматься. Обещаю вам спасибо. Александр, а что-то общее между греблей на байдарках и каное и гиревым спортом вы нашли? Ну, если сказать так, очень просто. Это сильные нагрузки, очень тяжелые тренировки, изнурительные. Это сродни мне. Ну, в техническом плане тоже есть похожее упражнение, похожее движение. И, может быть, поэтому мне было не так сложно втянуться. Вот так. Гребцы на байдарках и каное становятся почитателями иного вида спорта. Уходят в гиревой спорт. Александр, но вы профессиональный спортсмен до сих пор или все-таки на работу ходите? Я любитель. Я тренирую свободное от работы время. Работа у меня посменная. Я работаю мастером участка отгрузки, цеха нефтепоставок. В Беларуси нефтранс. Ну, наверное, и на предприятие приветствуют, когда вы выезжаете на соревнования и популяризируете разные виды спорта. Да, в моем предприятии очень уважают спорт. Даже наша руководитель Нина Васильевна Мисковец, она сама по себе очень активный человек. Своим примером, своим образом жизни, нестекаемой энергией. Показывает другим пример и поддерживает мои начинания спортивные. Помогает составить график так с учетом моих соревнований, поездок и ущерб в работе. Спасибо. Но я так понимаю, что спорт и физкультура еще и дело семейное. Личный пример – это большое дело. Например, мой сын, он пошел по моим стопам. В детстве, в юности он занимался тоже греблей на байдарках каное. Сейчас он регулярно занимается спортом, бегает, тренажерный зал ходит. В свою очередь он прививает любовь к спорту своим деткам маленьким. И даже вот, не знаю, что они совсем маленькие, они уже завоевали свои первые в жизни медали. Сколько лет внукам? Четыре годика и восемь. Так. Они завоевали первые свои медали, поучаствовал на Минском полумарафоне, благотворительном забеге, 500 метров. То есть вместе с дедушкой они участвовали в соревнованиях только в своей возрастной категории, выбрав дистанцию 500 метров. А сын бежал? 21 километр. И мы, возвращаясь домой, везли четыре медали. На зеркале висели в машине. Традиция у нас такая есть, когда в соревнованиях возвращаются, я всегда вешаю медаль на зеркало в машине, и мы так едем. Вот это прекрасная новогодняя традиция. И мы желаем жителям Гомельской области перенять эту традицию, занятие физкультурой и спортом в свои семьи. Ведь так же? Да. Абсолютно. Это большой пример, особенно для среднего старшего поколения. Он и работает, и занимается в нерабочее время. Да еще и Дед Мороз по совместительству, он же прекрасен. Нужно отметить, еще есть одна новогодняя традиция, когда силовики едут к детям. Да, в нашей секции, вот благодаря Сергею Александровичу Дорожка, перед Новым годом, вот, ну, тебе же говорю мы, потому что я еще даже года не занимаюсь, но, надеюсь, я влился в эту семью. Собираем деньги, едем в какую-нибудь школу. Вот в этом году мы ездили в детдом Мозырский, покупаем подарочки детям, выступаем с показательными выступлениями какими-то, привозим набор гир, там, детки начинают пробовать, интересоваться. После таких выступлений часто бывает такое, что кто-то начинает заниматься спортом, приходит и по-серьезному увлекается. Таким образом, вот, своим примером подтягиваем к подрастающему поколению, к физкультуре, к спорту, к здоровому образу жизни. Родоначальник спортивных новогодних прекрасных традиций Александр Громович, самый сильный, самый выносливый Дед Мороз Гомельской области. Аплодисменты наши. Спасибо, спасибо. О новогодних обычаях малой родины говорим мы сегодня в программе «Добрый вечер, Гомель». О новогодних традициях Гомельщины говорим мы этим «Добрым вечером». И у нас в гостях Тимофей Глушаков, Александр Громович и Виктор Шипков. «Елки мира». Что вы, уважаемые телезрители, знаете о них? По сложившейся доброй традиции Гомельское областное отделение Белорусского фонда мира ежегодно проводит международные новогодние утренники. О том, сколько лет существует традиция, как попасть на елку мира и на каких языках разговаривают ее участники, спросим у Тимофея Ивановича Глушакова, председателя Гомельского областного отделения Белорусского фонда мира. Тимофей Иванович, но сначала такой вопрос. Вот если бы вы были волшебником новогодней ночи, какое желание бы исполнили для своих земляков и для своей малой Родины? Но желание прежде всего такое, чтобы мы так могли встретиться, чтобы была мирная жизнь. Это главное, волшебное. Я как миротворец, волшебник, вот и хочу, чтобы именно была мирная, счастливая жизнь. Тогда мы будем делать все и встречать Новый год и так далее, и так далее. Тимофей Иванович, да будет так. Вот Александр сейчас коснется своего волшебного посоха, и всегда будет мир. Тимофей Иванович, ну вот благодаря стараниям миротворцев Гомельской области зародилась эта прекрасная традиция проводить новогодние утренники. А какое событие, может быть, случай положил начало этой традиции? И когда была проведена первая елка мира? Традиция появилась, когда мы проводили международные марши мира. Мы тоже приглашали молодежь и так далее. И мы увидим, как, ну, значит, хочется, особенно молодежь хочет сдружиться. И мы решили так, давайте-ка мы проведем и международные елки. Новогодние. Да, новогодние, для молодежи. Потому что молодежь, как никто, есть такое выражение, что дети и молодежь – это лучшие посланцы мира. Так вот, если мы будем проводить такие елки, международные, новогодние, дети, они больше будут дружить, они узнавают друг друга, они узнавают жизнь, которая есть там, где мы проводим. И поэтому вот и зародилась идея, и мы уже более 15 лет проводим вот такие международные новогодние утренники. Каждый год без перерыва? Как у Александра тренировки? Каждый год. Ну, проводим мы это практически у 5-6 регионов области, где приглашаем, допустим, вот проводится елка в Калинковском районе. Мы приглашаем ближайшие 5-6 районов и приглашаем ребят туда. Где-то по 10-12 человек общей сложности на елку мы приглашаем где-то 60-70, даже 80 учащихся. Но это лучшие из лучших. Да, это лучшие из лучших. Это так называемые юные миротворцы. Вот, и мы их приглашаем. И приглашаем одновременно же, значит, ребят из соседних наших пограничных областей. Первая такая международная елка у нас была проведена в Ульерчевском районе, в Глушковичах. Когда приехали с Украины ребята, и мы вот провели такую елку, и это именно положило начало проведения международных елок. Потом эти елки особенно масштабно были проведены в Черчевском районе. Они с 2006 года проводятся. Мы приглашаем ребят тоже из Брянской области. Здесь уже Россия подключается. Да, тут Россия подключается. Я должен сказать, что так остаются довольны ребята проведением этих елок. Ну, во-первых, что они дружат. Они узнают положение дела нашей республики. Они видят, какие условия сейчас созданы для учебы, для отдыха. И потом, когда же они вокруг елки танцуют, вы знаете, какая-то хорошая. А потом же и получат какой-то наш сладкий подарок. Поэтому именно проведение елок очень важно, и мы это ежегодно проводим. Вот и в этом году мы уже три елки провели международных, в Черчевске, в Калинковичах и в Гомельском районе. И 10 января будем проводить елку в Лельши-Цахту, всю Зарешную зону. И главное, что приезжает делегация ребят с Украины, 60 человек. И они назвали так, что это новогодний фестиваль дружбы между детьми Беларуси и Украины. Это будет вообще впервые такой крупномасштабный именно новогодний утренник. Тимофей Иванович, но ведь на утренник едут не просто номера посмотреть художественные самодеятельности и получить подарок, ведь готовятся как серьезно, сами выступают. Ну, обычно так. Каждая делегация, когда приезжает, приветствует всех участникам и показывает номер или два художественной самодеятельности. И так, пока не пройдут все делегации из каждого района. А потом балл, маскарадов, елки. Это тоже трудно передать словами. Это только надо видеть. А как оформляются школы? Трудно передать словами. Оформляется и наружный вид, и внутренний, и так далее, и так далее. И каждую делегацию, тот район, который встречают, они встречают так называемым хлебом, сольом, бабой, ягой, и так далее, и так далее. У ребят остается такое впечатление, что они просто не хотят уходить. Новогодние персонажи, правильно, зимние персонажи, персонажи сказок обязательно при этом присутствуют. Очень важность и значимость наших международных утренников, что на них присутствует руководство районов, там, где мы проводим елки. Это говорит очень-очень много. Когда первое лицо, несмотря на то, что есть очень много вопросов, но он находит несколько времени, чтобы прийти, поздравить ребят и пожелать им всего доброго. Вот это одно, что бы я хотел, второе сказать. И прошлый год мы проводили международную елку в 27-й школе. Школе мира. Школе мира. Туда приезжало пять делегаций. Делегация Санкт-Петербурга, делегация Смоленска, Курска, Брянска и Москвы. Вот это действительно была международная елка мира, дружбы и добра. Тимофей Иванович, вот пусть елки мира будут еще много-много-много лет. Пусть крепнет дружба, пусть все складывается наилучшим образом. Спасибо. Но вот еще важный момент. Эти новогодние утренники не только ведь в областном и райцентрах проходят. Эти новогодние международные утренники в малых населенных пунктах Гомельской области. Если говорить об этом, то мы стараемся проводить эти елки новогодние именно на селе, в сельских школах. Вот в этом году Отр в Чеченском проводили. Да. Дальше у Калинковича – в Малой Автюки, у Гомеля – у Рицкого. Вот. Чтобы ребята видели, какие сегодня созданы условия для работы тоже на селе. Потому что, чтобы не боялись села. Потому что село тоже – это прекрасный населенный пункт, и там встречают новогодние праздники не хуже, чем в городе. Точно, и живут там не хуже, чем в городе. Да, и я должен заметить, что на селе готовятся лучше к этим вот праздникам новогодние. Нет, Тимофей Иванович, ну везде с особым старанием готовятся к этим праздникам. И Александр, и Виктор подтвердят. Но ваше мнение есть мнение. И вот я еще хочу сказать. Но у нас же и россияне, и украинцы, и белорусы. И особенно, когда выступают украинцы на своем языке, вы знаете, как это трогательно. И когда они в своих национальных костюмах, это очень-очень важно. Спасибо. Для каждого из нас Новый год важен, светел и интересен. Почему так хотят встретиться, пообщаться и обменяться новогодними подарками с белорусскими ребятами, их ровесники из других государств? Сколько лет их дружбе? С нами на связи председатель Смоленского областного отделения Российского фонда мира, советник-эксперт по внутренней политике администрации Смоленской области Елена Александровна Ульянинкова. Елена Александровна, с наступающим Новым годом вас! Спасибо, взаимно. И вас также с наступающим 2020-м. Елена Александровна, ну буквально вот очень скоро Новый год вступит в свои права. Что бы вы хотели пожелать вашим белорусским друзьям? Мне хотелось бы пожелать от имени жителей Смоленщины, чтобы в наших любимых отечествах всегда царили мир и согласие. Я хочу сказать, что с большой радостью передаю вам поздравления от жителей Смоленщины. Сегодня кого бы я не встречала на улице и рассказала, что у меня возможно вот такое поздравление. Все-все наши жители от всей души вас поздравляю с наступающим Новым годом. Дорогие белорусские друзья, с 2020-м годом и Рождеством Христовым! Спасибо за совместные миротворческие акции с Гомельским фондом мира, такие как «Елка мира», «Лагерь славянских детей Крыничка», «Марши мира», а это ведь развитие детской дипломатии, которая укрепляет дружеские связи, единство народов России и Белоруссии. Наша общая славянская история и родственные корни, дух дружбы и выручки объединили братские славянские народы и две величественные державы. Смоленская область уже долгие годы связывает с Республикой Беларусь тесно-экономические и культурные связи. Они основаны у нас на взаимовыгодном сотрудничестве, которое в дальнейшем мы намерены все временно темерно и очень много укреплять и развивать. Мы вместе с вами возведем на века мост дружбы между двумя великими славянскими народами. И пусть он будет крепким и нерушимым. Смоляне от всей души желают вам счастья, здоровья, радости, благополучия, чтобы у наших любимых отечеств всегда царили мир и согласие с новым 2020 годом. Елена Александровна, уважаемая, благодарим вам за такие добрые, теплые пожелания, за такие прекрасные слова. Мы в этой студии шлем вам наилучшие, предновогодние пока еще пожелания. Пусть все будет хорошо, пусть будет весело и ладно в наших домах. Всего вам наилучшего. С наступающим Новым годом. Спасибо, дорогие наши братья белорусы. Спасибо. С нами на связи была председатель Смоленского областного отделения Российского фонда мира, советник-эксперт по внутренней политике администрации Смоленской области Елена Александровна Ульянинкова. Тимофей Иванович, а существует ли обратная связь с гомельскими миротворцами? Любят ли они получать новогодние подарки? Ну, если здесь говорить... Или поздравления. Вот здесь немножечко, конечно, не отрабатывают. То, что они присылают. Мы уже получили новогоднее предложение и с российских, и с украинцев, но что пока приглашали они к нам, пока этого нет. Но мы будем надеяться, что они обязательно нас пригласят, потому что то, что они увидят... Вот последняя встреча, когда было в Атарской средней школе из Красной горы, Брянской области, была заведующая отделом образования, директор гимназии, они сказали, что мы поражены, так вы готовитесь именно встречать к Новому году, и мы ваш опыт обязательно переймем, и мы вас пригласим на ближайшую новогоднюю елку. И это будет уже новогоднее соревнование Нового года, правда? Совершенно верно. Тимофей Иванович, а какими новогодние праздники были в вашем детстве? Ну, если говорить о новогодних праздниках в моем детстве, их практически не было. Потому что я человек, который знает, что такое война, я знаю, что такое послевоенный период, когда практически мы занимались не в школах, которые сегодня, а в землянках или просто в приспособленных домах. Поэтому в то время, как таковых, новогодних праздников не было. И если сравнить то, что сегодня мы создаем для наших молодежи, для наших учащихся, это небо и земля. Поэтому я бы просто хотел сказать, что наша молодежь и учащиеся должны дорожить тем, что для них создало старшим поколением, что они сегодня имеют все возможности прекрасно учиться, вот, прекрасно проводить время, встречать новогодние праздники и так далее, и так далее. Спасибо, Тимофей Иванович. Дорогие друзья, этим добрым вечером мы говорим о новогодних традициях Гомельщины. И, конечно, поздравляем всех с наступающим Новым годом! В эти минуты дети с нетерпением поглядывают на часы, наверняка спрашивают, ну, когда придет праздник? И надеются на подарки. Наши предки, кстати, тоже ждали, но только не 31 декабря, а Рождества. И тоже надеялись. Только вот смысл в празднование вкладывали несколько иной. А какой именно, спросим у краеведа и фольклориста Виктора Шибкова. Виктор, вот вы интересуетесь краеведением, фольклором, этнографией не первый год. Скажите, пожалуйста, почему наши предки ждали зимних праздников и насколько они были важны? Ранее люди жили у тесных взаимоотносенных с природой, так? И тому весь, так сказать, житет человека было связано с природой. И вот почему люди ждали калят, это тумачение такое, что вот ранее к чему было привязано житет человека? К земляробству. И когда поглядеть, вот зараз у нас четыре пары года, так? Лета, зима, весна, осень. Ранее люди, ну, наступление их связывалось с чем? Яны привязываются к солнцу и к луне, так? Что яны бачли, к тому привязываются. И каляды означались тады, калі была самая долгая ночь у годзе, так? Пасля гэтай ночи день пачынаў расти. Тобто была самая великая ночь и самый короткий день. И вось гэта лечилася нараджэнням. Нараджэнням, можно сказать, нават перераджэнням солнца, так? Што вось солнце перерадзілася, ад гэту нешта меняецца. Уже іде дзень больший. І пачынае ўжо туды-сюды ўжо весна, калі дзень ровны ночі, так? І хутка, так ўжо трэба глядеть і зірня, і сё. І вось людзі лечили вось на нараджэння. С тягам часу прышло на нашы землі хрэстіянства. І таму хрэстіянскія цэннасі, які ўжо прапаведывала царква, так? Яны с тягам часу наклаліся вось на гэты просты селянскі календар. І прышло на змэну вось гэтым, так сказать, традиційным калядам ражаство. І ражаство, што пад сабой падразумевала? Таксама гэта было нараджэння. Нараджэння Бога, Сбавіцяя нашага Ісуса Хрэста. І вось, пакрайні мэры, ў нашай місцовасці. Вось гэты традицій настолькі спляліся паміш сабой, што іх немагчыма зараз разглядаць не як абасобліна. Што вось гэта некі там... Язычніцкі, а гэта хрэстіянскі. А гэта хрэстіянскі. Яно настолькі ў нас ўсё сплялося. І ў нас таксама ёссваі сабліваці проведення гэтага, так сказать, часу. Калі па ўсёй Беларусі вось пришлі такія персанажы, як мэдзвэдзі, буслы. Тобто гэта ты персанажы, які акружалі наших людзей. У некатарых гэта конь быў. Зараз горад пераймай, гэта якбы не здавалася дзівным. Горад пераймай і з'являецца новая персанажы на злобу дня. Ну дзе чорт, дзе габрей з'являецца, так. Ну не дзе, як гэта смешна не ігучы, так, але... Экзатычные жывёлы приходзець. Экзатычные жывёлы і вось традиція перакачовычыў горад, так, яна ўпітываў себе тые праблэмы, навад палітычны, так, вось на тых калядах ў горадзе яна вось зустракал Барак Абаму, і які таксамы там не хател падмануть людзей, вось, па прынцыпу цыганей. Ну мы ж кажем, што свае новогоднія традиція ў кожна галіторальна. Да, і нехта іх робіць. Але ось, калі глядзець сваю месо, ось, так, вёску Маркавичі. У адрознене... Гумельскі район, за плач. Да, Гумельскі район. А до сёй Беларусі ў нас вось пачынаецца свята, гэта на рожаство, гэта сёмае чысло. Ну і, канешне, пачынаецца, ну, с куці, трэця куця, таму, што да сёмага гэта был пост Пеліповка, які людзі сябе обмяжовувалі нек. І чакалі ўсё-такі нараджэння збавітеля. І з першай зоркай, ось, гэтую куцю і святочны стол чакаю. Так, ну і, ось, я з дзятінства памятаю, як варылі, ось, гэтую куцю, гаршку. Адмыслова, прыносілі ў червоны в угол сена, разастілалі скатерку саматканую. І ставілі ўс ў червоны куць, ось, гэтую куцю іна чакала свого часа. Кожды хадзів, чакал, каліш, каліш гэтый час наступіць. Ось, і гэта перэдадзіння, ось, гэта шоуста. Сёмага ўжо пачынаецца ў нас абыход людзей. Тобта, молаць, деці, аб'яднувацца ў некі групы. Гэта той час, калі калядожчыкі ходзіць пахатах, менавіта сёмага чысла, сёмага студзіня. Так, ў нас, ось, я жы кажу, што... Вашай мяцць сёмага. Цэлый цыкл пачынаецца ўсё сёмага. Іде абыход двароць калядной зоркай. Калі, ось, гэта прототып таго вертэпу, некалі, ось, старажылы кажуць, маглі навады разыгрываць і некі такі сцэнкі, ось, калі Христос нараджаўся, пра цара Ірада, як і он хацеў яго, так сацаць, прыбраць гэта збавіцца і так далей. Пра яго маці і так далей. Ось, такі сцэнкі разыгрываліся. Зараз ў нас традиція, ось, прышла до таго, што ўходзіць, так сацаць, якішчэ называюць глашаты, славнікі, ну, розыг місоць, по-розному, так? Тобто, ходзіць группа молодзі, якая... І калядожшыкі. А калядожшыкі, гэта, крышышку пазні, гэта ўже другі етап. Ось, першы, гэта, непосрэдна, ну, нас кажуть, калядавання зорка, и так? Молодь, зорка, зорка, тут таксама размыркаваны ўсе персанажы. Ёсь хлопец, самы галоны, можна сказаць, ў гэта группі, каторы носіць зорку. Гэта вось та зорка, якая стаїць сёня ў нашай студы. Я ведаю, што ёй сотня гадоў. Ну, гэта не сотня гадоў, яна зроблена, таксаць, точной копій той зорки, яка, ну, точній, то, што ад ёе засталося ў нашай вёскі, так? Але ў принципі саблюдзэнням ўсіх тых канонав. Тобто, вось і памер лучэй, і сама конструкція, яна заключаецца ў тым, што па ўсёй Беларусі зорка яна не парушна. Тобто, ё носіць, яна не варушыцца. А наша зорка, яна крутіцца ўсі гэта лучэвось, пасередзіні іконка ў вяночку, гэта символ, гэта свята, символ рожаства, символ, с чым жа людзі пришлі дзяліцца, радыць ў Христова нараджэння. І вось гэта зорка на ёй восім канцов, яна гэта символізуе па перше іфельемску зорку, яка заззяла ў небе з нараджэнням Христа, так? Але калі паглядзець крышачку глыбей, вось усеяны гэта лучы ідуць крыш-накрыш. Гэта ё што? Верх, гэта зімовая сонцестояння, низ летня сонцестояння, тут і тут гэта весновая равнадзенства, так? І вось гэта пагранична ўсё сітуацы, калі дзень ровна, ночь і так далей. Тобта гэта традиційны календары на ўвасоблію свой. Вось насколькі оно всё пераплятаецца. І я вось гэту традицію перэняў недзе з 2007-го году. Вось гэту зорку я вырабіў сам. Ну, крышачку да памагаў ше дзедуля, каторый был живы. Але на той час я... Ішэ былі живыя бабулі, каторые помніли. І вельмі шмат гэтых калядных песінь было записано. А ў нас гэта былі сальмы, гэта духовныя верші, пакладзіны на, так сказать, пэлныя матывы, які складывалься мінавітаў нашай місцовасті. І людзі перэдавалі іх з пакалення ў пакалення, ад аднагога да другога. І хадзілі, славілі Хрыста, і дзяліліся гэтай радасцю суседзі меднавязковцамі. І ось абавязкова, калі заходзіш к людзям, заўсёды хлопец заходзіць зорко, і пытаці пустіці звізду. Гэта абавязкова трэба спытаць ў гаспадароў. Ті пустіць, тому што всяка можа быць ў людзей. У нікага гора жалобны год можуть трымаць, тому што нехта памёр. І тады можна заразумець людзей, калі яны, ну, скажу, што у нас жалоба... Ну, прабашцца, мы не можем. Ось, але вось гэта зорка, вось гэта людзі, калі прыходзіць да ў гості, можна сказаць, наватак, калі старэша пакалэня, яны абавязкова просіць, праходзіць да червонага кута. Ні недзі там, вось, наганку піеці, так? А самая галобнае місце ў хаті. А самая галобнае місце, да. І там ужа піецца гэтае славлення Христу. І вось, пакрайні меры, я, і, в принципі, жонка моя, і ўсе тэе, хто ходзіць з нами калі даваць, то вось нэкі глыбінны такі сэнс, нэйка энэргія бярэцца, калі ты прыходзіць да бабуль і пітаецца тым, што вось ты пееш, уродзі славіш, айта свята, так? Але ў гаспадаролу навертаюцца на вачах слёзы радасті. І вось гэта не падзельны, так сказаць, ўнутраны сусьветыкі, выплёская просто наружу. І ты гэтым дзеліся, і бачы, што так, гэта працюя. Да, гэта працюя. І вось ў 2019 годзі приезжалі да нас ў гості і маёся брызгоміля, так? І вось пасля гэта ўсяго, яны дзеліліся, каш, ну вось зараз мы, калі вучылізмі песня, ну зараз приедзім, папяём такое ўсё строгае, ўсё, як яны казалі, царковная песня, вось гэта, так? І ну нічого, нема вось гэта га веселі, так? Не трымаеш энэргій, не трымаеш нічого. Але калі яны прайшлі вось ўжо 20-30 хаты, калі мы ўжо прайшлі адпачываць ўвечэре, так? Яны кажуть, мы думалі, што тут не будзе нічого цікавого і не будзе енэргій. А тут Настолькі вось гэта живая, енэргія народна, традиційна, іна настолькі падпітва вось гэта ты і гатовыя вось адчулі саму традицію. І на цэлы год хапаю гэта газараду, праўда? Ну вось калі ўвёсцы Маркавіч ходзецца звяздой, з зоркай, як я вам сказаў, але ёсць і іншыя навагоднія і калядная традиція на гомячыні. І давайте паглядзім, які традиція захаваліся. А наша казача ровнае, де яна ходзіць, там жіта роззіць, де яна ногой, там жіта капой, а де яна рогам, там жіта стогам. Желанная гостья, коза, ісполняє магічний танец, который символизирує защиту засеянного поля, а також плодовитость і здоров'я домашніх животних. Наші предки всегда старались угодіть козі хорошими подарками. Вот і наша красавіца вроде осталась довольна, даже подарила своєму хазяину благодарный поцелуй. Ну, вось, мы паглядзіли, які калядная традиція існують і на палізці, у Єльським районі, як минимум. Ну, в принципі, ось гэта калядная традиція не характерна і для нас, але гэта ўже ў нас, і он іде, гэта другі етап, тобто перші сьомага па дванадцятая абыход дворов і славлення Христова воскрошення. Трынадцятая наступаєш шадруха, і з'являєцца ўсе ось гэта персонажі, коза, але у нас у традиція коза была вырабліна соломы, і ў кожду хату, калі приходзіли, спектаклі, гэта ў козу кідалі пад припічак. Гэта лічілася, што яна ў кожды хати забіраў себе ввесь негатыв, а ў канцы канцов гэта ў козу жа пасля ўсяго абыходу, пасля шадрухі, ё спальвалі. Гэта таксама можа выглядаць, як некая жертвоприношэння, так, ось гэта козы, яка ўзрабілася то, што беларусу близка. Салома, так? І саправды козу жалка убиваць, так? Яна ў себе ўсё ўпітала, і гэта энэргія... Упітала весь негатыв, і мы ўе спаліли, як на маслінку... Да, як на маслінку пудзіла. А не вось сама коза, так само паглядзець ў сэнс. Коза таксама пержавае некалькі етапы. Вось яна прышла, така весёлая, і тут знінацку ўе становіцца дренна, і коза памірае. І хазяева пачынаець ўжо козу адорвать. Тобто вось тебе коза там на блиноу, на капусты, на сала, на таго-таго-таго, і коза глядзіць, і пачынае ўвас красаць. Таксама ідея перераджэння. Вось гэта глюбіна смысл. Вось гэта нараджэння. Тобто традиція новагодня, гэта ёсць сэнс таго, што вось старый Новый год, вось Новый Новый год. Старый прышоў, шоў Новый. Вось, так сказаць, дзэнь малэнькі, ночь вэліка, так пасля гэтага ўсё, ідея на дварот, перераджаецца. Тожа самая і с козой выходзіць. Віктор, скажыць і калі ласка, а чаму гаспадары так імкнуліся, абавязкова, ну, пачаставаць, нечым смачным, і казуйтых людзей, які прайшлі шадраваць, абавязкова гэта трэба було зробіць. Ну, гэта лічылась, а тому, што кожды жыл ў ёскі, так, і кожды хацеў лепшы адна, так, каб... Атрымаць ў замен. Да, каб, па перша, атрымаць ў замен, вось гэта, так, таму што пасеў, што і пажнеш, чым болей да сітым, болей будзе табе. Гэта перша. А другая функція была просто-напросто соціальна, все залежала ад людзей. Тады ж гэта група, яка ходила да ўсіх, і пачынаюць ж размовляць, так, а ось ў таго былі, ў таго былі, так. І шло такое свасабліва с паборніцва. Хто ж самый ветлівы, хто ж самый прыветлівы, і хто самый щодры был ў гэты дзень, трэнацэта. Але ў нас іще ось па... ўжо каза медвезя віліся пасля. А ў сам, ось гэты дзень трэнацэта, вечар навад, можна сказаць, так сама групы хадзілі, і ўжо ўслаўлялі, але ўслаўлялі ўжо гаспадароў. Были свасаблівыя пясні. Падходзілі к вакну, ў хату не заходзілі, і кажуть, каму пясню пець? Ну, там, ўжо с хаты кажуть, гаспадару, гаспадыні, там, ці дзевка є навыдані, ці хлопіцы, там ўжо пяюць. Наприклад, калі хлопцы, топеюць, там, маладыў Ванічка, сядзіць на коніку, і апісуць, які ўжо маладзець, што ўсё ўсё ёго путь, калі ўн там некія перамогі робіт, там, над орлом, над мядзведзям, што ўн самы спрыткі, самы лепшы, самы моцны, і ўсё такі ўн прыходзіць да своя коралевну. Топта, ось так. І каждага пыталіся узвысіць, і каўдаму хателі ўгадзіць. А ці ёсь нэйкі такі пісні для праграмы. Вось, скажыць, калі ласка, калі б гаспадаром была праграма «Добрый вечар, Гоміль»? Ну, на сёднішній дэнь їх нема, так, але вось трэба такую традыцю завісти. Традыця заключаецца ў чым? Яна асімілюецца пад тое, дзе мы живем, так? І калі б была така патрэба, то я думаю, знайшіся б ў навёзцы, ў горадзі, так, тэя людзі, тэя самародкі, які б склалі адмыслову калядку і для праграмы «Добрый вечар, Гоміль». Віктор, ў вас ёсць час яшчэ падумаць і скласьць штосьць такае для праграмы «Добрый вечар, Гоміль». Ну, а пакулі я хочу патікавіцца ў Тимофея Івановіча. Тимофей Іванович, в той міснасті, адкуда вы родам, вы із Вітіпскай області, козу водили, медведя водили, а, може быть, аиста водили. Що пам'нится із децтва? Децтво було трудно, поэтому пам'нится очень мало. Пам'нится, коли я вже учився в средній школі. Ну, ми б тож проводили новогодніі такі уцінніки, але п'ять апутрию, не то, що сьогодні. Тому що, ну, це були 50-е годи, це що і света електричне не було, значить, якщо єлка, то фонарі, лампи були обикновені. Тому децтво було дуже тяжеле. І, навіть, тоді конфетта була на вес золота. Тоді не думали о тих больших подарках новогодніх, які сьогодні получають хлопці. Александр, а в Мозырському районі, в Мозыре, ходять колядовщики, ряжені, щедровки поют? Відь, воно, Рождество. Тоже потрібно готовитися? Воно, я живу в городі, не в діревні, і традиції, вони ж везде существують. І зараз мені приємно, воно зберіждається. Молодіжі одеваються, переодеваються, ходять, калідується. Хтось серйозно готовиться, дуже красиво выступається, приємно видеться. І це прекрасно, що ниточка народних традицій вплетається в обсье празновання. Правда? Назовемо це новогодні рождественські праздники. Ну що, Віктор? Ну що сказати? Капками роздымало, гостей було немало, микрофон і гаманіли, і радість всім дарили. Цудовне пожадання! Дякую! Дякую, Віаліки! Ну, калі глядясь все-таки традицію, так, вось гэтае пожадання, ну, адшірга серця не завсюду йдуть, гаспадарам, так, і жадається шасьця, здароває, добробыць, сям'ї, ўсяму роду, так, і виконується наша місцова, і так само по місцовому, своє особлива пісня «Многое лето». Вєзка Марковичи, Гомельський район, Калиласка. Многое лето, Многое лето, Многое лето, Многое лето, якби нам до лето, да пойдем у поле, да поженем мы жито, да поставим копы, да скокнем у гопы, гоп-гоп-гоп-гоп, а ручками хлоп, гоп-гоп-гоп-гоп, а ручками хлоп, Многое лето, Многое лето, Многое лето, Многое лето, Многое, Многое лето. Фольклорист, краезнавец и спевак Виктор Шибков. Дякую великим. Калиласка, скажите, дык без чагож немахчима представить белорусский Новый год. Можно по-русски, можно по-белорусски. Тимофей Иванович. Новый год, во-первых, это семейный праздник. Поэтому обязательно собираются близкие родственники и отмечают Новый год. Желают здоровья, благополучия, всего самого доброго. Это, наверное, уже сложилась традиция. И не просто собирается очень много, а именно близкие родственники перед Новым годом. Новый год не представить без семьи. Спасибо, Тимофей Иванович. Александр. Присоединюсь к словам Тимофея Ивановича. Хочу дополнить немножко. Да, это хоть и самый семейный праздник, но без Деда Мороза, без подарков, без веселья, без новогоднего. Это только совместно. Мне невозможно представить Новый год. Это точно. Виктор Калиласко. Ну, вот она и вырисовывается наша традиция, так, про которую мы кажем. То есть, Новый год не мог чем и без чего. Без семьи, без Деда Мороза, без того свято, в которого все верят, и без этой семейной традиции. Это замкнутый круг. Дякую вам, Велики. Новый год и Рождество – любимые народные праздники. Их с нетерпением ждут и взрослые, и дети. И пусть в эти дни в наших домах. Звучат такие же древние, как само Рождество, пожелания оставить в старом году все невзгоды и несчастья, а в Новый – взять с собой все самое светлое, чистое и хорошее. С вами была программа «Добрый вечер, Гомель». Будьте здоровы и счастливы. Пусть всегда будет с вами удача. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова